И от нас с Днём Предпринимателя. Поздравляю с Днём Предпринимателя. Конечно же, жизнь наша предпринимательская пока ещё не проста, но мы сегодня видим новое дыхание в развитии нашей экономики, мы видим, что сегодня будет меняться, новое правительство приходит с новыми идеями, поэтому мы надеемся, что сегодняшний форум «Деловой России» пройдёт на высоком уровне. И я хотел бы представить, хотя представлять его не надо, потому что на предыдущих форумах, почти на всех форумах, был Аркадий Владимирович. Аркадий Владимирович Баркович, вице-премьер, заместитель предприятия правительства Российской Федерации. Спасибо. Уважаемые коллеги, прежде всего поздравляю вас с Днём Предпринимателя, с праздником, который, надеюсь, станет объединять и уже объединяет миллионы предпринимателей в нашей стране. В выступлении на расширенном боссовете совсем недавно представитель правительства Дмитрий Анатольевич Медведев, тогда ещё в ранге президента России, сказал о ценности предпринимательского таланта, как об одной из основных ценностей современного российского общества, о том, что отношения к предпринимателям, о том, что делают люди рискующие своим капиталом, должно измениться, сказал о том, что любые решения, любые действия, которые совершает государство, должны быть направлены на создание благоприятных условий для государственной деятельности. И я думаю, что это серьёзный поворот государственной политики. Не в последнюю очередь, связанные с теми идеями, с теми предложениями, с теми программами, которые готовились, в том числе и на связи с деловой России. Я всё это помню. И очень многое из того, что обсуждалось здесь, на этих съездах, вошло сегодня в программные документы правительства, в указы президента России 7 мая этого года. И это те задачи, которые сегодня стоят перед правительством. Мы должны решить, мы должны реализовать эти планы. Утверждены дорожные карты по улучшению инвестиционного клиента в рамках функционально-инвестиционной инициативы. Расписаны шаги по ряду ключевых направлений. И мы будем руководствоваться этими дорожными картами, этими планами в своей текущей работе. С тем, чтобы достичь тех сливых показателей, которые уже объявлены, которые утверждены. Россия должна войти в число ведущих бытовых стран мира по уровню комфортности ведения бизнеса. А это будет означать рост экономики, это будет означать повышение качества жизни, и это будет означать, что Россия становится страной привлекательной для жизни. Не только для бизнеса, не только для инвестиций, но и для жизни. Сегодня я не буду делать каких-то программных поступлений. Все объявлено, все заявлено, все сказано. Содержательная дискуссия будет вестись. В ближайшую неделю не вечно нужно погрузиться. Весь тот огромный мотив... Это Аркадий Владимирович, объясняет, почему его не будет все или не направить. Да, я таким образом стараюсь, пытаюсь извиниться. И сегодня я просто хотел поприветствовать вас, сказать о том, что... Я не говорю о том, что я готов максимально интенсивно общаться с предпринимательским сообществом, со всеми, кто заинтересован в решении, стоящей перед нами. Задача по всем тем направлениям, на которые я отвечаю, мои коллеги в правительстве, я уверен, готовы к тому же саму. Я буду их стимулировать к этому в рамках моих полномочий. Я уверен, что мы добьемся успеха. Всех еще раз с днем предпринимателя. Поздравляю Деловой России и все организации, которые здесь присутствуют с этим праздником, с этим форумом. И желаю вам успешной работы сегодня и в последующие месяцы, годы. Но мы скоро еще встретимся. Не уверен. Спасибо. Спасибо большое. Ну, и я хотел произносить слово Андрею Юрьевичу Воробилову. Хотя, если кто помнит, не знаю, поднимите руки, кто был на первом форуме Деловой России. Тогда был еще совсем маленький форум, и открывали мы его с Андрею Юрьевичем Воробиловым. Я просто не помню. Спасибо, Борис Юрьевич. Дорогие коллеги, друзья, со многими в этом зале мы знакомы, потому что действительно наше сотрудничество Деловой России и наша партийная организация партии «Единая Россия» насчитывает много лет. Когда-то давно у нас возникла совместная идея проведения подобных мероприятий не только для того, чтобы увидеть друг друга, узнать, улыбнуться и обнять, но предложить найти достаточно смелые, достаточно эффективные решения. Как всегда, было несколько скептиков, которые говорили о том, что такой формат, представительный формат, вряд ли может выкристаллизовать что-то особенное. Но, на мой взгляд, на наш взгляд, это сотрудничество до сих пор остается весьма полезным и очень необходимым. Все мы, вся страна прошла большой политический цикл, все принимали в этом цикле самое активное участие, потому что вы, люди, неравнодушные. И сегодня, когда мы в ожидании нового этапа развития страны, мне кажется, как никогда важно еще раз подчеркнуть нашу открытость, нашу готовность к сотрудничеству, наше желание рассматривать интересные, уникальные идеи. И для этого и в стенах Государственной Думы наша фракция абсолютно открыта. Я это говорю публично всем, как, впрочем, и очевидно, почерк нового правительства, о чем сказал Аркадий Владимирович. Мне кажется, от нас, от всех, очень многое зависит. От того, какие решения будут предлагаться в зарекомендовавшейся организации. Деловая Россия сегодня это флагман предпринимательства, флагман, во главе с Борисом Юрьевичем Титовым, который, в общем-то, бессменно и добросовестно эту ножку несет. Поэтому моя миссия здесь еще раз подтвердить готовность к диалогу, к сотрудничеству. И если кто-то не верит в то, что наши обсуждения, наши планы и проекты разбудутся, я прошу этих людей отдельно приходить к нам, и мы докажем обратное. Всем хочу пожелать хорошего весеннего настроения, рабочей обстановки, рабочего дня, и надеюсь, что дальнейшие секции, тематические секции, будут очень интересными и принесут большую пользу всем нам. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо большое. А мы хотим пожелать Андрея Юрьевича очень хорошей, злодотворной работе в Государственной, в Единой России в Государственной Думе по принятию законов, которые бы касались экономической тематики и развития предпринимательства. Мы готовим очень много документов для Думы, потому что участвуют вместе с нашим новым партнером. Это новый не потому, что его раньше не хотел быть с нами партнером, потому что это новая организация, агентство стратегических инициатив. Андрею Никитину сегодня готовится целая дорожная, четыре дорожные карты уже почти готовы, три сейчас инициируются еще, и все это пойдет к вам, Андрею Юрьевичу, к Царственную Думу, для того, чтобы стать законным. Я хотел бы предоставить слово Андрею Никитину, тем более, что действительно представлять его АПЛОДИСМЕНТЫ еще можно представлять, а его не надо, потому что он руководил нашим молодежным деловой Россией. Направление у работы, Андрей, Пожалуйста. Дорогие друзья, я в первую очередь хотел бы сказать вам большое спасибо. Деловая Россия это ключевой партнер агентства, без вас национальная инициатива бы не состоялась, все первые четыре карты были подготовлены с огромным участием Деловой России, две рабочие группы возглавляли члены Деловой России. Я отдельно, очень большое спасибо хотел бы сказать региональным отделением. То, что мы делаем в рамках работы с региональным инвестклиматом, это та работа, которую мы можем делать только с вами. То движение, которое идет вперед в тех регионах, которые у нас являются пилотными, то, о чем мы говорим президенту, то, что мы будем, надеясь, очень говорить на государственном совете, это наша с вами совместная работа. Без Деловой России агентства, наверное, не состоялось и, по крайней мере, не добилось бы таких результатов, которые добилось сегодня. И вот я был на прошлом съезде, я помню, когда прозвучало впервые слова, впервые прозвучали о том, про 25 миллионов рабочих мест, про новую индустриализацию. Очень многие отнеслись к этому скептически. Публикации, было много в прессе таких, что это фантазии, слова. И сейчас мы видим, что это уже дела. То, что сделала Деловая Россия, без преувеличения, можно сказать, легло в основу экономической политики, которая будет сегодня реализовываться. Но у нас с вами даже более сложный и более интересный период впереди. Все вы предприниматели, все вы знаете, что самое сложное это реализовать идею. Да, и мы сегодня будем говорить о тех задачах, которые стоят в плане реализации, поставленных целей. Я хотел бы вас всех поздравить. С Днем предпринимателя. Еще раз хотел сказать, что здесь очень много моих друзей, и я всегда, и агентство, как бы в моем лице, в лице моих коллег, всегда будет открыто для всех инициатив Нового России. С праздником вас! Спасибо! Но надо сказать, что IT, конечно, работает очень интенсивно. Даже нас подстрегивает сегодня поле... Предприниматели работают интенсивно, да, и подгоняют со всех вперед. Пробой же тоже предприниматели, да, в БАСИ. Но это говорит о том, что сегодня большое количество предпринимателей занимаются не только своим бизнесом, но и отдает огромную часть своей работы, своего времени на благо всех в общественной работе. Мы видим, это и в деловой России. Ребята просто в нем и поначуях подготовили уже вот программы, дорожная карта, особенно вот Сурвил вот для этого Италия, который таможенный политику готовил, спал по два часа. И хотел сейчас предоставить слово представителю, заместителю министра Министерства экономического развития Олегу Павичу для очень для нас приятной функции. Олег, можно вам предоставить слово? Да, безусловно, но до приятной функции тоже, как мы говорим, буквально пару слов. Во-первых, опять создавление в нем предпринимателя с восьмым съездом, это уже такой значимый срок, за который очень много что сделано. Для нас глава России всегда является таким органичным, я бы сказал, контрагентом, потому что все инициативы деловой России, мы стараемся поддерживать, наши инициативы, касающиеся улучшения предпринимательского климата, всегда встречаются деловой России с конструктивной критикой и одновременно как бы с одобрением и желанием проводить их жизнь. У нас много совместных проектов, мы стараемся здесь как бы очень тесно взаимодействовать. Себя обещаю, что министерство будет обязательно создавать и дальше механизм, инструменты, расширяющие участие воспринимателей в выжатке экономической политики, контроле за ее проведением. Здесь мы как раз в значительной степени рассчитываем на деловую Россию. Ну и действительно, у меня есть приятная миссия, поздравить, наградить благодарностями министра экономического развития несколько особо выдающихся представителей воспринимательского сообщества, которые не просто добросовестно делают свое дело, развивая экономику на своем веком уровне, но и вносят значительный вклад в целом на социально-экономическое развитие. Благодарностью министра экономического развития, благодарностью на Световы награждается кумера, Тулун Сагимович, член Генерального Союза Деловой России, президент за арутизированной компанией «Аромат-Колдин». В праве Леонид Владимирович, посредник отраслевого отделения деловой России по энергозаблегающим технологиям в стиле ЖКХ и строительства, президент многопрофильного предприятия ООО «Жил-Соцстрой». Так, к сожалению, его видимо нет. Многопрофильное предприятие – это... Качайев Сергей Валерьевич, демитрий председатель экспертного совета деловой России, председатель совета директоров Центра менеджмента, оценки и консалтинга. Девицкий, Николай Валентинович, член Генерального Союза Деловой России, президент за арутизированной компанией «Аромат-Колдин». Денедовский, Сергей Георгиевич, член Генерального Союза Деловой России, председатель сайта «Советов», управляющий компанией «Карсов». Небедаил Борис Кириллович, член Генерального Совета и председатель Тюменского областного регионального отделения деловой России, директор ООО «Максим». Победитель внутреннего соревнований региональных организаций прошлого года. Тюменской отделении. Спасибо. Последний сегодня день не гражданин, но... не сегодняшний, но последний, видимо, в будущем, Поляков Иван Викторович, член Генерального Союза Деловой России, генеральный директор ООО «ОНТО», радиозавод имени А.С. Попова. Аплодисменты. Спасибо. 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 Спасибо.